Вы решили с двумя друзьями сами на свой страх и риск вести помощь нашим бойцам в АТО, да? Да, да, да. А чего решили сами ехать? Ну, многие же просто приносят, там передают. Там, получается, наш друг Дебальцево воевал. И мы как... Сами собрались, нам помогали с аптечками. А кто помогал? С Канадой. Директор наш. И приехала партия аптечек. Директор предприятия, да? Да, да, да. И, получается, собрали тоже деньги, продукты, аптечки, погрузили машину и поехали. А машину где взяли? А машина рабочая. И что, втроем решили? Да. Вы же понимали, что там идет война. У вас... Понимали. Ничего думали, прорвемся. Были вы и еще два ваших товарища. Да, два товарища. Сергей. Еще один. То есть два Сергея и... Да. А третий? Да, третий. Понятно. Поехали. А карты, маршрут? Алексей. Третий. А карты, маршрут? Карту мы на бензозаправке купили. Так. И так добирались. Что? Вот так сами по карте не знают маршрута? Ну, что? Так чуть-чуть приблизительно места там знали, но по карте все равно ехали. И что случилось? Ну, из того, конечно... На блокпосте нас расстреляли. На блокпосте где? Ну, я... Не помню, не знаете. А как это произошло? То есть вы просто ехали и без предупреждения? Без. Ну, машина стояла. Ваша стояла? Да, наша стояла. Угу. Ну, уже ближе там, походу, до Неск там. Угу. На нас на моторах стреляли. А вы не знаете, кто стрелял? Без понятия. Стреляли из огнестрельного оружия? Да, да. И после этого обстрела, я знаю, что вы были очень тяжело ранены. Да, да. У вас было к состоянию клинической смерти в истории? Да, было. А судьба у двух ваших товарищей? Одного сразу насмерть. Угу. А Алексею ничего. Потом он на зади сидел. Он цел, да? Да, он цел и не вредил. А дальше вы не знаете, кто вас спасал, как вы оказались? Ну, мы еще где-то 400 километров кружляли по той местности, уже без карты. То, что карту кровью залило. Подождите, а как кружляли, а кто был за рулем? Ну, вы ранен. Алексей был, да. А вы вот это раненое лежали в машине? Да. А труп товарища вы привезли убитого товарища? Да, да. И вы кружили по этой местности, а потом что? Ну, вы ехали на Днепропетровскую уже трассу. Такие выбрали? Да, выбрали. Погони за вами не было? Не было, не было ничего. И, что помню, скорая, больница и полтора месяца вообще я ничего не помню. Я поняла. А Алексей сейчас дома, да? Дома, да. А как его состояние? Нормально, стабильно. Ну, тоже потрясение, все равно тоже. А у вас было ведь несколько операций, да? У вас... Двенадцать операций было. У вас ранение в брюшную полость? Ну, от рука у меня. Вошла пуля, перебила кость и вошла. О-о-о. Тоже поперебивала орган. Ну, ничего, живой. А что говорят врачи, рука будет действовать? Да, рука свободно ходит. Ну, еще два месяца ходить с аппаратом. На работе вы остались? Да, да, да. Вас не уволили? Нет, нет, нет. Как такое бывает? Нет, нет, нет. А помощь вам кто-то оказывает после утренения? Волонтеры. Волонтеры? Да. Уже другие приходят. Лечение. У вас же, ну, это тяжелейшая операция. Кто оплачивает и обеспечивает лечение? Ну, все волонтеры. Все волонтеры? Да. А государство? Понятно. Мы очень хотели вашу маму увидеть, потому что ей, конечно, тяжело пришлось. А машину вы, в которой ехали служебную, вы доставили сюда или она там где-то? Она там еще. С вас не будут требовать? Нет, нет. То есть пока руководство предприятия не будет требовать восполнения? Нет, нет, нет. Ущерба? Нет. Я поняла. Желаем вам выздоровления. Спасибо. Скажите, пожалуйста, тут вот еще такая вещь. Вы поехали на свой страх и риск. Что вы можете сказать другим ребятам, которым приходит в голову ехать, как это, я хочу сказать, не зная броду, в такую опасную ситуацию? Стоит ли это делать? Стоит, но надо организованно это все делать, связываться с волонтерскими организациями, узнавать, и потом можно ехать. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Поправляйтесь. Спасибо. Спасибо.